Включенная сирена и мигающие проблесковые маячки. Для всех водителей в потоке движения это означает лишь одно – нужно перестроиться и уступить дорогу. Ведь карета скорой помощи в этом случае получает полное преимущество, правила которые каждый автовладелец должен выполнять неукоснительно. Тем не менее автохамов, не желающих следовать общепринятым требованиям, немало. Чтобы бороться с нарушителями, сотрудники патрульной службы милиции с утра выехали на дороге в рамках профилактического мероприятия под кодовым названием «МЯК». Маршрут кареты скорой помощи пролегал от здания столичного ООБДД по улице Горького, далее вниз по Абдрахманово, Чуй и вверх по проспекту Чингизайтматова. Движение здесь очень плотное, как в дневное, так и в вечернее время. Все условия для преимущества на дороге соблюдены, звуковой сигнал и маячки работают, а значит водителям остается лишь следовать правилам и освобождать дорогу. Как оказалось, от водительской вежливости и порядочности до хамства всего один шаг, и уже в следующие несколько минут водители это подтверждают. Субтитры создавал DimaTorzok О том, насколько все серьезно, знает Нургазы Кургунбаев. За рулем кареты скорой помощи мужчина уже третий год. Говорит, сегодня, как и всегда, скорость оказания медицинской помощи напрямую зависит от водителя. Ведь до адреса, откуда поступил тревожный звонок, он должен доставить медицинских работников как можно быстрее. Но так получается не всегда. Да, у Кургунбаева, как у водителя машины скорой помощи, есть преимущественное право на движение не только по своей полосе, но и по встречной, и даже на красный цвет светофора. Потому что машина спешит спасать чью-то жизнь. По правилам дорожного движения, первое, что должны сделать любые участники потока, увидев транспорт со спецсигналом, аккуратно, но быстро освободить путь. Правда, на это однозначное предписание. Автомобилисты смотрят по-разному. Некоторые и вовсе не видят в нем смысла. Есть разные водители. Кто-то пропускает тебя, а кто-то просто нагло стоит. Вот представьте, там у меня в салоне человек умирает. Медики прозят, чтобы я ехал быстрее. Я готов доставить его в больницу со скоростью света. Но многие водители то ли не понимают, как это все серьезно, то ли никогда не слышали про ПДД. За непредоставление преимущества спецтранспорту, который движется с проблесковыми маячками и с сиреной, нарушителю грозит штраф в размере 10 тысяч сомов. Но другой вопрос, что делать, если, например, на перекрестке установлены камеры безопасного города. Нарушать? А кто будет штраф оплатить? Именно по поводу безопасного города, если спецмашина идет, обязательно должны пропускать. Если пропустят за стоп-линией, получится, если придет штраф, можно обратиться в безопасный. Ну, не должно. Если придет письмо, как говорят, об нарушении, можно заявлением обратиться, и это аннулируется. Перечень спецмашин входит именно скорые автомашины, пожарные автомашины, пожарные, специальные ГОБДД, специальное сопровождение, которое есть. Вот специальный перечень вот этих машин. ГБРам ни это разрешение не дается вообще. Они не имеют права пользоваться спецмаячками. Вообще разрешение не дается. По этому поводу у нас был рейд специально. Были разносительные мероприятия. Итоги рейда, как говорят патрульные, совсем неутешительные. Пять протоколов на сумму в 50 тысяч сомов. Также нашлись водители, которые управляли автотранспортом без документов. Ну а цель проверок, говорят сотрудники милиции, напомнить гражданам, что от скорости, с которой врачи или же пожарные доберутся до места вызова, зависят жизни людей. Кубат Хубаншпекуулу Турган Ниязов, НТС.